Обращает на себя внимание заявление Американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ о американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее в ходе учения США уже отработали переброску ракетных комплексов «Дарк Тефон» со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времён холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединёнными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств в средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учётом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Наше внимание сегодня привлекает и нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала, что тогда в этом уже нет никакой необходимости. Мир изменился, холодная война в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ. Поэтому с 2007 года мы такие полёты возобновили. Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира. Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.